Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить» Обзор наиболее заметных событий сегодняшнего дня Значимых событий, происшествий и мероприятий произошло немало Вот краткий анонс информационного выпуска Высокий визит, стройку многоквартирного дома для участников госпрограммы по переселению из аварийного жилья осмотрели чиновники из Фонда содействия реформирования ЖКХ На уборку становись! В Рязани на выходных прошел субботник по очистке улиц от снега Покупать ли пиротехнику на Новый год? За и против от рязанских МЧСовцев Ну а теперь обо всем подробнее На этих выходных сотрудники МЧС объявили метеопредупреждение в Рязанской области В субботу и воскресенье шел сильный снег, метель Оттого видимость на дорогах сильно ухудшилась К сожалению, несмотря на предупреждение, все-таки случились серьезные аварии Ночью в субботу смертельное ДТП произошло на трассе Москва-Челябинск в Путятинском районе В столкновении автобуса МАН и Волги погибли 4 человека 27 декабря в 23.40 на 305-м километре федеральной автодороги Москва-Челябинск в Путятинском районе 23-летний житель города Маршанск Тамбовской области Управляя автомобилем Волга, следуя со стороны города Москва, выехал на полосу встречного движения Где совершил лобовое столкновение с автобусом МАН 55-летний водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения, принял как можно правее на обочину Однако избежать удара не удалось Автобус съехал в правый по ходу движения Кювет Водители Волги и трое его пассажиров, 44-летняя женщина и двое мужчин 40 и 43 лет от полученных травм скончались до приезда скорой медицинской помощи В салоне пассажирского автобуса, который следовал по маршруту Пенза-Москва Помимо двух водителей находилось 11 пассажиров В результате происшествия четверо из них получили травмы Один 64-летний мужчина с ушибом грудной клетки доставлялся в Шиловскую центральную районную больницу Остальным трем пассажирам медицинская помощь была оказана на месте ДТП С последствиями обильного снегопада боролись и рязанские коммунальщики Причем они расчищали проезжую часть, в том числе и по ночам Ну а днем с лопатами на городские улицы, дабы расчистить тротуары для прохожих, вышли и студенты Субботник прошел на ура, вместе с чиновниками из городской администрации Молодежные активисты собрали снега объемом на несколько грузовиков Глава администрации Рязани Олег Булеков принял участие в акции по уборке снега с центральных городских улиц Субботник организованной молодежной администрации прошел в воскресенье 28 декабря Всего с лопатами в руках вышло почти сотня студентов и активистов Сейчас в Рязанской области реализуется проект молодежное правительство Мы в город администрации решили тоже создать молодежную администрацию Которая достаточно инициативная и вышли сегодня с инициативой провести некий такой Воскресенье субботник в уборке города от того снегопада, который был на прошлой неделе Я думаю, что это хорошая инициатива, которая будет поддержана нашими горожанами И вот сегодня работники действующей администрации, работники молодежной администрации Здесь, на уборке города, я думаю, что это правильно Вот с тем задором, с которым они взялись и с тем опытом работникам действующей администрации У нас все получится Во время субботника производилась очистка городских тротуаров от наледей и снега Рязанская молодежь убирала тротуары по улице Есенина Со стороны Рязанского городского дворца детского творчества И со стороны больницы номер 4 Активисты молодежной администрации решили начать работу не с проведения заседаний А с конкретных дел – благоустройства родного города В этом стремлении их поддерживал глава администрации Рязани Олег Булеков В связи со сложной погодной ситуацией коммунальщики не успевают убирать весь снег с тротуаров улиц Если вы все же решили помочь работникам городских уборочных служб И вышли почистить снег недалеко от своего дома То, пожалуйста, не сбрасывайте его на проезжую часть А культурно возводите насыпи Автомобилисты будут вам благодарны Очищают городские улицы и рязанские полицейские В преддверии Нового года сотрудники патрульно-постовой службы усиливают дежурство И регулярно по вечерам задерживают нарушителей общественного порядка Подробности рейда – А Оксана Тебенихиной В рамках операции «Улицы» рязанские полицейские усилили наряды в общественных местах в ночное время суток В преддверии новогодних праздников сотрудники полиции проводят масштабные рейды Направленные на обеспечение безопасности и спокойствия жителей региона в новогодние каникулы В преддверии новогодних праздников в области активизирована работа полицейских по профилактике правонарушений и преступлений на улицах Наряды патрульно-постовой службы в круглосуточном режиме патрулируют как места массового скопления граждан, так и спальные районы А последним уделяется наибольшее внимание Только за минувшие сутки полицейскими на улицах города были задержаны 66 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения И пресечено 19 фактов мелкого хулиганства Нарушители доставлялись в отделы полиции, в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении Сводный отряд рязанских полицейских в полном составе вернулся из длительной служебной командировки на Северный Кавказ Вернулся отряд без потерь, а отличившиеся сотрудники получили из рук начальника регионального управления Николая Пилюгина заслуженные награды Сводный отряд сотрудников регионального УВД в полном составе вернулся домой из длительной полугодовой служебной командировки на Северный Кавказ Рязанских полицейских встречали руководители управления, коллеги, родные и близкие Ну а начальник областного МВД Николай Пилюгин поблагодарил своих сотрудников за достойную службу и наградил отличившихся полицейских Домой вернулись почти 100 сотрудников. Это заметное пополнение рядов рязанской полиции, которое позволит эффективнее выполнять задачи по охране общественного порядка на улицах городов и поселков области. Это особенно актуально накануне и во время продолжительных праздников. Рады, что вернулись на рязанскую землю, соскучились по своим семьям. Хочу поздравить всех с Новым годом, всех сотрудников, пожелать всего-всего. Эмоции радостные, эмоции домой возвращаемся. Долго этого ждали. Наконец-то мы вернулись. Поздравляем всех с Новым годом, желаем всем здоровья, успехов. Ну и ребятам, которые сейчас заместят нас, также отбыть хорошо, так же, как и мы. Все, всех с Новым годом, спасибо. По итогам комбинировки я считаю, что задачи были выполнены в полном объеме. А самая главная наша цель была вернуть всех наших сотрудников живыми и здоровыми, что, в принципе, могу сказать, я выполнил. В преддверии праздника мы вернулись, так нам повезло. Личные составы, своим коллегам, руководству Минопридонской области. В первую очередь здоровья, удачи, соответственно, финансового благополучия в наше нелегкое время. Ну и мирную небо на голову. Подвели итоги года и российские спасатели. Официально их профессиональный праздник пришелся на субботу. Торжественное собрание, посвященное 24-й годовщине образования МЧС России, состоялось накануне. Региональные награды получили отличившиеся при устранении чрезвычайных происшествий работники Рязанского управления МЧС. В четверг, 25 декабря, состоялось торжественное мероприятие, посвященное 24-й годовщине образования МЧС России и Дню спасателя. Собравшихся поздравил вице-губернатор, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при правительстве Рязанской области Сергей Филимонов. Начальник ГУ МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов поздравил спасателей с праздником и отметил, что спасать – это не просто работа, это призвание, требующее отваги, мужества, опыта, внутренней дисциплины, умение быстро и грамотно действовать в самой сложной обстановке. Сегодня рязанские спасатели – это аварийно-спасательные службы города и области, которые совершают более двух тысяч выездов на ликвидацию последствий происшествий ежегодно. И пожарная охрана численностью более полутора тысяч человек, обеспечивающая практически стопроцентное прикрытие населенных пунктов нашей области. Это государственная инспекция по маломерным судам и поисково-спасательная служба на воде, служащие гарантией безопасности людей на водоемах. Вице-губернатор Сергей Филимонов вручил отличившимся сотрудникам знак губернатора Рязанской области за усердием, почетные грамоты и благодарственные письма главы региона. Также за достигнутые успехи и в честь Дня спасателя переходящими кубками и грамотами были награждены лучшие структурные подразделения. До Нового года осталось всего два дня. Подготовка к почероссийскому празднику идет полным ходом. Некоторые горожане помимо продуктов и подарков родным закупают еще и пиротехнику. Однако порой при этом забывают о технике безопасности. По крайней мере, рязанские спасатели предупреждают о возможных неприятных и даже трагических последствиях использования хлопушек, салютов и бенгальских огней. Покупка пиротехники в необорудованных местах продажи запросто может превратить новогоднюю феерию в фильм феерических ужасов. И это даже если соблюдать указанную на упаковке инструкцию. Чтобы избежать угрозы своему здоровью и жизни окружающим вследствие использования некачественных взрывных изделий, стоит помнить, что забрещена их продажа в мелкорозничных торговых сетях и на рынках. Кроме того, торговлей должен заниматься человек, имеющий свидетельство о прохождении обучения правилам безопасности при торговле пиротехникой, ее хранении и перевозке. На данный момент человек находится в городе без регистрации. Это первое. Второе, что не имеет документов на право торговли. Торговал с лотка, что запрещается. Торговля пиротехническими изделиями разрешена только в специализированных магазинах и секциях. Нельзя торговать на открытом воздухе. Согласно постановлению 10.52 правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 года. За данные нарушения административно-технический контроль составил административный протокол. Данная гражданка будет административно наказана. Работники магазинов пиротехники советуют при покупке петард, фейерверков и даже бенгальских огней стоит обращать внимание на срок годности. При использовании просроченной или влажной продукции она может взорваться гораздо раньше, чем это предусмотрено изготовителем. Ведь пиротехнические изделия сами по себе не безопасные игрушки, а использование нелегальных устройств, которые часто хранятся с нарушениями, увеличивает риски. Рейды будут проходить до Нового года. У нас с 25 числа введено усилие нанесения службы. Дежурят инспектора государственного пожарного надзора, которые постоянно осуществляют данные рейды. Сотрудники региональных служб МЧС советуют рязанцам задуматься о собственном благополучии и относиться к запуску пиротехники с должной серьезностью, приобретать только сертифицированные товары и быть аккуратными во время их использования. Сегодня представители фонда содействия и реформирования ЖКХ совместно с региональными властями посетили Дашков-Песочню. Там на улице Большой заложен второй корпус многоквартирного дома, квартиры в котором получат горожане по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Бывшие жильцы аварийных домов, месяц назад переехавшие в новостройку на улице Большая, вновь встретились с губернатором. На этот раз Олег Ковалев вместе с представителями фонда содействия и реформирования ЖКХ заглянули в гости к новоселам, чтобы узнать, как им живется в комфортных квартирах. У нас еще половина программ, будем говорить так, и, конечно, работа предстоит большая. Мы радуемся введенным домам, радуемся новым стройкам, но предстоит еще и серьезная такая тяжелая работа для того, чтобы реализовать все это дело. Ну и второе, мы бы, конечно, хотели бы, чтобы и после 2017 года, когда завершится эта программа, она была продолжена, и поэтому будем выносить на уровень правительства, даже на уровень президента этот вопрос и просить о поддержке, потому что мы переселяем тех людей, которые сами никогда жилье себе не приобретут. Далее делегация направилась на место строительства нового дома. 210 квартир распахнут свои двери уже через полтора года. А это значит, что еще 210 семей переедут из аварийного жилья. Ну и по доброй традиции, в честь церемонии открытия котлована, гости заложили символическую капсулу в фундаментном остройке. Никакие кризисы нам строить не помешают. Сколько мы с Рязанской области работаем, они всегда выполняли все подставленные задачи, а в этом году даже идет небольшое перевыполнение. Вы знаете, это очень важно, с какой стороны. Во-первых, они делают задел вперед. То есть уже работают на 15-й год, нету никаких вопросов у нас. А раз задел есть, значит, стройка не останавливается, значит, и строительная компания работает, и люди, которые обеспечивают стройку. То есть у нас стройку обеспечивает порядка 30 параллельных смежных специальностей. Если помнить, в прошлом году Владимир Владимирович покритиковал строителей за то, что освоили на 40-50 процентов. Он, правда, назвал вообще страшную цифру, 4 процента выполнения было. В этом году 110, наверное, это единственная госкорпорация в стране, которая полностью выполнила свои обязательства, и самое главное, перед людьми конкретными. Почти 200 тысяч людей переехало из бараков в страшнейших условиях, в нормальные человеческие условия. Это здорово. Мы будем продолжать эту линию вести и дальше, несмотря на какие кризисы. Средства у нас есть, у нас никто ничего не срезал. Это был завершающий видеоматериал нашего выпуска. Далее в эфире программа подробностей. Гостем студии стал региональный министр социальной защиты населения Вера Глонти. И речь пойдет о помощи семьям, попавшим в трудные жизненные ситуации. А на сегодня это все. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова